Глеб вырос в большой дружной семье поклонников музыки. Хоть профессиональных музыкантов здесь нет. Мое желание дать детям музыкальное образование было очень сильное. Поэтому мы, собственно говоря, в 4,5 года Глеба отдали музыкальную школу. Очень благодарны учителям, попали к хорошим педагогам. Наталья Кирилловна, она... Вы знаете, когда приходят родители, приводят маленького ребеночка и совершенно не понимают, куда его отдать. То есть вот грамотный педагог, он сразу посмотрел по его конституции, говорит, вот, наверное, на аккордеон все-таки надо. Но так как нам было жалко его, все-таки ребеночек один у нас, такой желанный, мы подумали, что надо нам флейту. Маленький инструмент, дыхание лучше будет, меньше болеть. Мы почему выбрали флейту? Он потому что пошел в школу с 6 лет, он был маленький, а аккордеон таскать он бы надорвал себе спину. Вот и все. Поэтому именно это была самая главная причина, почему он пошел, взял в руки флейту. Она была ему и по возрасту, и по росту, и все остальное. Ну, соответственно, флейт – это начальный инструмент. Вот, после того, как он закончил на флейте, да, ему преподаватель предложил взять трубу. Вот, у нас был там выбор, там, труба или саксофон. Вот, соответственно, когда он закончил играть на флейте, саксофон, самый, как говорится, маленький ученический альт ему был велик. Он не дотягивался до кнопок. Поэтому, а на трубе у него все получалось. Мальчику не было 5 лет, когда родители привели его в музыкальный класс Зареченской школы искусств к Андрею Радостеву. Собственно, даже с первых уроков это было интересно и ему, и мне. И мы уже, по-моему, на самом первом концерте, отчетном концерте, уже играли на отчетном концерте школы, уже играли в зале ДК. Вот, я помню, мы с ним шли оттуда за ручку. Папа говорит, я сейчас подойду, возьмите ручку. Маленький, маленький идет, такой вот очень доверчивый ребенок. Ну, в общем-то, он до сих пор доверчивый, так и остался ребенком. Вот, мы три года, два с половиной года играли на блокфлейте. Достигли достаточно высоких результатов. То есть он играл в ритуозные вещи уже на блокфлейте. И потом мы решили все-таки, что флейту мы переросли, блокфлейты. Надо браться за более серьезный инструмент, в частности, вот труба. Прошло восемь лет, и Глеб стал обладателем лауреатских дипломов международного, всероссийского, областного и районного фестивалей. Для съемочной группы ОТВ он исполнил Ронда Капричиоза, французского композитора Сен Санса. Произведение мелодичное, красивое и очень сложное. Трубачу вести мелодию помогала концертмейстер Оксана Гладкова. О Сен Сансе музыканты говорят. Произведение написал много, но запомнился только Ронда. Глеб в этой музыке слышит разговор двух людей. Причем разговор недоброжелательный. Бесспорно, я уверен, что это будет музыкант. Музыкант, я думаю, с большой буквы. Главное, чтобы сейчас человек не зазнался. Главное, чтобы он занимался так же, как сейчас. Вот, и все. Верить в то, что он идет потихонечку и растет, и растет, и растет. Никогда не останавливаться на достигнутом. То есть все время стремится взять какую-то новую вершинку, новое произведение, и даже вернуться, может быть, к старому произведению какому-то, и сыграть его по-новому, с новым мышлением, с новой головой. Вот, я думаю, что, может быть, когда-нибудь весь мир его знает, его, если он будет продолжать так же заниматься. Победа юного трубача – общая заслуга и школы искусств, и семьи Верещек. Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.